МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С другой стороны, не была ли Россия в своей советской инкарнации, Советский Союз, землей обетованной модерна? В твоей же книге ты как раз пишешь, что цитируешь по этому поводу и Баумана. Я вспоминаю книгу Стивена Коткина про магнитку. Советский Союз, он стоял на стали, да, собственно, им правил человек по имени Сталин, неслучайно этот псевдоним. Вот, и вот как так получилось, что эта земля обетованная, сталь, пороха, дыма, огня, железа, где гвозди делали из людей, стала немодернистской стороной против модерна? Я вообще предпочитаю русское слово «современность». Модерна – это что-то такое из области культуры. А речь, в общем-то, идет не только о культуре, даже не столько о культуре, сколько о разных других. Ну, а жизнь вообще, современная жизнь или несовременная жизнь? Тогда включаются и технологии, и социальное устройство общества, и бюрократия, и вопросы тюрьмы, и школы, и армии. Это все вместе входит в понятие современности для меня. «Россия против современности» – такой перевод этого названия. И я надеюсь, что эта книга будет издана в русском переводе уже осенью. Ну, что касается твоего вопроса, Сергей. Ну, говоря о современности, это такое необъятное слово, и мне пришлось разбираться с тем, что говорили о современности классики. Ну, например, Макс Вебер. Какую современность виделась в начале XX века, в середине века, и какой она видится сейчас. Я разделил два вида современности. В общем, для меня очень важно определить современность сегодняшнего дня, новую современность, современность эпохи климатической катастрофы. Мы только что пережили пандемию. Переживаем небывалую по многим своим свойствам войну в середине Европы. Это все часть нашей современности. В общем, я противопоставляю палеосовременности, я называю палеосовременностью, древнюю современностью. Ископаемая, ископаемая современность, да? Да, точно, да. И, с одним меня лучшего слова, я называю это зеленой современностью. Современность новой эпохи, нынешней эпохи, текущая современность. Действительно, я подумал остановиться на идее палео, да, ископаемой современности, потому что одно из главных определений в твоей книге, как вы понимаете, что она в буквальном смысле ископаемая, стоящая на природных ресурсах. Российская современность – это ресурсная, карбоновая, да, углеводородная современность. Она была такой, да, и американская современность с начала 20 века. Ну, подумаем об Манхетте, на Бруклинском мосту. Ну, в общем, что бы себе представить? Разница вот в чем. Разница между старой современностью и новой современностью в том, что в палео-современности чем больше природных ресурсов, ну, прежде всего, энергии, но не только, и металла и так дальше, тратилось на каждую единицу, на каждую новую единицу работы или удовольствия, тем больше виделся прогресс. То есть, прогресс, новое качество приращения современности виделось в еще большем сжигании энергии, в еще большем использовании природного сырья. В новой или зеленой современности все точно наоборот. Прогресс измеряется тем, прогресс измеряется уменьшением расхода энергии на каждую новую единицу жизни. Энергия, сырья. То есть, прогресс продолжает идти вперед. Но каждое его приращение требует все меньше природного природа. Все меньше того, что мы забираем из природы. Это главное определение, я думаю, как... Понятно. Но тогда попробуем развернуть это к нынешней войне. Нынешняя война, она имеет к этому отношение? Это война России за сохранение той предыдущей палео-современности и своего, так сказать, уникального положения на мировом рынке энергоресурсов? Да, Россия занимала и по-прежнему занимает, надо сказать, несмотря на то, что центральное положение вот в этой сети торговли ресурсами, добычи, сжигания, загрязнения, борьбы совсем с этим. Ну, когда-то сенатор Маккейн сравнил Россию с бензоколонкой. Бензоколонка с ракетами, да. Гест стейшн в Измейсс, помню. Да, но все-таки это тоже страна. То есть, это такая бензоколонка, у которой есть тоже и магазин, и кафе, и какой-нибудь поля вокруг, чтобы платить меньше налогов, какой-нибудь пруд с карпами. Но все это субсидируется из основного бизнеса. То есть, из добычи сырья, приработки сырья, предоставления этого сырья за адекватные деньги. И вот покупатель вдруг, значит, в силу каких-то абстрактных идей, которым можно верить, а как бы можно в них сомневаться и считать это злобными домыслами, стал покупать этого сырья меньше, обнародовал планы, согласно которым, ну, вообще покупать этот бензин перестанут вообще. К 30-му году там половину, к 50-му году вообще перестанут, ну и так дальше. Ну и это бензин, то есть, как бы, значит, денег, конечно, еще хватает, но все равно уже и карпы как бы расстроились, и уже как бы все стало каким-то другим, потому что все это субсидируется из основного бизнеса. Да, и вот эта бензоколонка, значит, ее владельцы, руководители, ну, стоят перед трудным решением. У них, да, у них есть еще и ракеты, есть еще и частная армия. Значит, либо надо принимать вот эти новые правила игры, как бы поверить в эту логику, совершенно новую, и для них, в общем-то, невнятную логику, там, энергетический переход, вот все это. Ну и тоже перестраиваться, тоже, значит, ликвидировать какую-то часть своего хозяйства, значит, больше уделять внимание карпам и меньше уделять внимание цистернам. Пользоваться тем насилием, которое, значит, у них есть, тем аппаратом, той частной армией, теми ракетами, вынуждая партнеров продолжать покупать, вынуждая партнеров жить по-старому. Но вот вынуждая партнеров, ну не получилось ли в результате совершенно обратного, что Россия выбивает табуретку у себя из-под ног, и Россия вынимает стул из-под себя. По итогам этой войны Россия лишается западных рынков сбыта энергоресурсов, вынуждена с дисконтом продавать их на восточные рынки. То есть, фактически, Россия, эта страна палеомодерна, начав эту архаичную войну, она добровольно лишается, так сказать, и своего военного потенциала, и своего энергетического потенциала, всех тех вещей, которыми эти бензоколонки с ракетами брецала. Ну так, и Россия, значит, в эту войну сильно присчиталась. Ну, там, она ссылалась на расширение НАТО, она получила расширение НАТО, теперь Финляндия, теперь НАТО стоит гораздо ближе к жизненно важным центрам России или к родному городу ее президента, и к моему, например, родному городу, чем это было. Финляндия, Швеция, Россия очень сильно... Россия, или те, точнее, люди в России, которые начали эту войну, присчитались во всем. Они проиграют эту войну, они уже ее проигрывают. Поэтому по результату этой деятельности судить об их намерениях неправильно. Саш, я вот такой вот хочу вопрос сказать. А Россия против Украины? Можем ли мы здесь попытаться в каком-то цивилизационном ключе? Как палеомодерн против какой-то другой, уже принципиально другой цивилизации? Я смотрю даже вот просто на возраст действующих людей, собственно, российской правящей элиты и украинской элиты. И даже сам способ действия, да, вот это вот лобовое, архаичное, совершенно, так сказать, закопавшееся в землю тупое действие российской армии, такое сетевое, распределенное, глобализированное, цифровизованное действие украинской армии. Да, это борьба народов, но тоже это борьба поколений, потому что действительно Украину руководят люди, которые действительно годятся в сыновья, всем людям, которые руководят Россию. В 91-м году, когда расползся Советский Союз, Украина стала независимой российскому министру иностранных дел. Тогда, в 91-м году, было столько же лет, сколько украинскому министру иностранных дел было в 22-м году, когда началась война. Это действительно вообще разные миры, разные поколения. И да, они, соответственно, так ведут войну, у них такие же разные представления о мире. И вот это все сталкивается с боем. Далеко не каждый, то есть конфликт поколений, это универсальная часть человеческой жизни. То есть он был там и в Древней Греции был конфликт поколений, и в императорской России, и так дальше. Но и война всегда обостряет эти конфликты. Но совершенно не обязательно обратное, что конфликт поколений должен решаться войной. Обычно он решается мирным путем. Ну, люди подумают, поскандалят, поссорятся, помирятся. В данном случае это привело к кровавой войне. Потому что, да, за этими поколениями ставят совершенно разные представления, глубоко различные представления о цивилизации, о прогрессе, о современности. Ну, то есть, да, здесь это некая цивилизационная перспектива, в которой страна вот эта вот палеомодерна, закопавшаяся в землю и свои ресурсы, а сейчас закапывающаяся в землю в Донбассе, видимо, обречена. Ну, все ведь было не так плохо. То есть, люди же не в подвалах, а скорее там небоскребах, там, в клинхаусах. То есть, в современной цивилизации, как она сложилась в начале 21 века, владение углеводородами в таких решающих объемах действительно позволяло жить, ну, крепевающе. И так, в общем-то, оно и было. И люди за эти 30 лет после распада Советского Союза в Москве и в других регионах России привыкли к хорошей жизни, которая давала им труба. Это незаработанные деньги, это такие деньги, которые сами по себе являются несовременными, они не соответствуют ничьим заслугам, они неконкурентны, даются природой, а не трудом. И вот в этих, ну, нелепых, противоправдах и, более того, противоестественных решениях, которые привели к этой войне, выразилась вот эта неподготовленность правящей элиты, как бы ее отсутствие любого опыта конкурентности, там, выживания, меритократии, того, что высокий статус или большие деньги даются тяжелым трудом, даются там творческими решениями, даются соревнованиями с другими людьми. Российская элита оказалась самой некомпетентной, самой непроверенной, самой неопробованной, несмотря на все десятилетия там пребывания в власти. Незаработанные деньги, условно говоря, да, деньги, созданные не трудом, но природой в итоге. Но это, кстати, хороший мостик ко второй части нашей беседы, да, противоестественная война, война против естества, война против природы. Мы продолжим буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Программа «Археология». Специальное интервью сегодня наш специальный гость Александр Эткинт со своей новой книгой «Россия против модерна». О том, как Россия становится противоестественной, противосовременной страной. Вот это вот как раз я хотел остановиться на вот этой вот, так сказать, палеомодерн, ископаемой современности, которой есть Россия против того, что ты называешь геемодерн, зеленая современность. И вот гея, гипотеза геи, как я понимаю, взяна у лавлока. Я хотел здесь опять-таки вопрос, который меня очень давно беспокоит. Отношение России с окружающей средой. У меня такое ощущение, что страна принципиально антиэкологична. Не только в своей политике, но и в своих ежедневных практиках. Это вот тоже часть вот этого палеомодерна? Это тоже часть. Палеомодерн, я думаю, в книге «Россия главы», там, публичная сфера, например, университеты, там, состояние масс-медиа, глава о семейной и гендерной структуре российского общества, с его крайне дурными демографическими характеристиками. Общество, в котором мужчины умирают на 10-12 лет раньше своих женщин. Но окружение, экология здесь, да, играют важную роль. Именно потому что это прямо связано с качеством воздуха, с качеством воды, с эмиссиями, которое происходит из зажигания углеводородного сырья, и с самим сырьем. И Россия занимает во всем этом, и в добыче, и в эмиссиях лидирующие места в мире. Проблемы с российским мусором, там, значит, с парками, с лесами, с озерами. С этим связана еще одна часть российской палеосовременности. Это высокое и все равно еще растущее социальное неравенство. Поэтому параметры Россия тоже занимает ведущее место в мире, конкурируя только с некоторыми постколониальными странами. Социальное неравенство, бегство капиталов. То есть элите, так называемые элите, ведь тоже хочется гулять в хороших парках, или дышать чистым воздухом, или пить хорошую воду. Но в той стране, какая она сложилась к 22-му году, элита все это могла делать, уезжая за границу. Вот там парки, там школы для детей, там больницы для родителей, там университеты, там банки, там суды, если надо там добиться справедливости. Все там. И мы все это можем купить на части доходов, которые мы получаем с трубы. То есть бегство капиталов – это тоже фактор того, почему Россия оказалась такой неуютной страной, в частности, и для собственной элиты. И какой сейчас из этого выход? Элита фактически заперта в этой системе. Она уже не может изменить правила игры, и фактически тонет вместе со страной. Элита заперта, элита оказалась не такой уж элитой, от нее оказалось очень мало что зависит. Решения принимаются не вот этими, а тысячами высокооплачиваемых менеджеров, которые научились очень хорошо носить там свои костюмы, и так дальше. А решения принимаются тремя-четырьмя людьми, и мы знаем их именно. Какой выход для элиты, я думаю, сопротивляться, бунтовать, саботировать, сделать так, чтобы эта война закончилась, закончилась как можно раньше, а закончится она, как мы знаем, сегодня, поражением России. Элита, я не уверен, что она обладает такой субъектностью, и вот читая твою книгу, я видел постоянно разбросанные свидетельства вот такого вот ухудшающего отбора, который происходит. И во многом, как я понимаю, действительно все это приписывается, опять-таки вот этой ископаемой современности, приписывается нефти. Потому что, как ты пишешь, собственно, само неравенство, сама идея неравенства и сама идея деградации, депопуляции, она заключена в нефтяном государстве, в петрогосударстве России. Не обязательно в самой нефти, потому что, да, ее распоряжаются и другие более, так сказать, успешные и демократичные страны, типа Норвегии. Но в России это ведет именно к гендерному неравенству и к распаду той самой семьи, на которой так раз настаивает Россия. Мне очень интересно, что в книге, вот, может быть, ты скажешь пару слов, что это страна без отцовства. Страна, где правят, так сказать, однополые семьи в лице мамы и бабушки. Ну да, это прямо следует из статистических данных, предельно надежных. Потому что возраст смерти не скрывать, не поделывать невозможно. И как бы есть такие черты, есть такие факты в социальных науках, которые действительно, сомневаться в них не приходится. Это демографические данные. Ну да, если мужчины умирают на 10-12 лет раньше женщин, то, значит, соответственно, в старших, в взрослых категориях их просто очень мало в сравнении с женщинами. И типическая российская семья, детей тоже довольно мало. Один-два человека. Вот она состоит из бабушки, которая занимается детьми, мамы, которая работает и, значит, добывает средства для содержания всей этой конструкции, всей семьи. Ну и мужчина, который либо, значит, уже умер, либо, может быть, живет отдельно там с кем-то другим, либо голен там разными болезнями. Или отправлен на Донбасс. Зарабатывать деньги для семьи либо ранением, либо в виде груза 300, либо в виде груза 200. Да, или, может быть, он туда попал уже из тюрьмы, где, значит, он был. И тоже, соответственно, не был в этот момент в семье. Ну да, это такая матриархальная семья. Это такая очень особенная, такая постсоветская ситуация власти бабушки над детьми. И я пытаюсь все понять, ну, каким культурным, социальным, историческим последствиям ведет такая конструкция семьи. Я так предполагаю, что это ведет к замедленному, к торможению культурных изменений. То есть, если всякие инновации, будь то там, ну, не знаю, навыки интернета, или к чему это может иметь еще отношение, к раскладыванию мусора или контрацепции и так дальше. Если вот такого рода базовые навыки передаются не от отца и матери к детям, а от бабушки, минуя среднее поколение к детям, то скорость передачи этих изменений уменьшается вдвое. Культурная трансмиссия оказывается замедленной, вдвое, поскольку она как бы идет через поколение. Вот такого рода... Ну, я, кстати, еще подумал, что, может быть, здесь есть и политические последствия при всей, так сказать, любви моей Конституту бабушек и, собственно, моей собственной семье была очень важна бабушка. Но вот это вот... То, что социальный вес сместился в пользу женщин старших возрастов, потому что в силу выбытия, выбивания мужчин, мужчина выбивается нефтью и войной, приводит к того, что социальной опорой Путина становится женщина старшего возраста. Словно говоря, путинские велиэлектораты это женщина чаще всего из бюджетной сферы возраста 50+. То есть фактически на вот этой вот бабушке, да, или в худшем варианте так называемая тетка стоит путинская власть. Да, но вот эти кремлевские старцы, они ведь наоборот, они все сплошь деды, они сплошь мужчины и в районе 70 лет за 70 это люди, которые сейчас уже... Ну, это более геронтократическая власть, чем так, что мы помним во время Брежнева. Чем даже Брежневская. Ну да, стареющая, уставшая и несовременная страна. Последний вопрос, который обсудим. Самая последняя глава уже частично в наших предыдущих эфирах об этом говорили. Ведет ли эта война, как ты не раз пишешь в этой книге, к концу России? И что это такое конец России? Конец определенной исторической формы России, определенной территориальной формы России? Ну, что такое Россия? Россия — это страна, да. Россия — это тоже государство, Россия — это народы, которые населят Россию. Пространство, вот эта территория, она останется. Народы, скорее всего, тоже останутся. Но вот эта конкретно административная форма сегодня называют Российской Федерацией, единица международного права и так дальше. Ну да, она, я уверен, что в результате начатой ее самоубийственной войны эта конкретная форма будет меняться. насколько радикально, насколько быстро, насколько сразу или постепенно мы увидим очень скоро. Ну что ж, Саша, спасибо за этот рассказ, спасибо за эту книгу. Книгу эту я прочел по-английски, надеюсь, что она скоро появится по-русски и не потеряет то же, что мне очень понравилось. Я с наслаждением читал ее, она стилистически очень хорошим языком написана, афористичным, глубоким и емким. И надеюсь, что все это сохранится в переводе. У нас в гостях в специальном интервью был Александр Эткинт, профессор Центрального Европейского университета в Вене. Но от себя скажу, что действительно, прочитав эту книгу, понимаю, что это не просто война России с Украиной. Это война России с современностью и это война России с природой. Она не может кончиться просто военным разгромом и освобождением территории Украины. Она должна закончиться разгромом России и пересборкой России как главной угрозой современному миру. Пересборкой этой страны на новых основаниях. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Поэт и врач в полевых условиях журналистики. Елена Фанайлова. Я начала работать для Русской службы радиосвободы осенью 1995 года как корреспондент по Воронежской области. Рассказывала в репортажах по телефону о митингах против повышения тарифов на коммуналку, о выбросах на Ново-Воронежской атомной станции, о маршах русского национального единства. Я научилась разговаривать с людьми на улицах и на глаз считать толпу на митингах возле памятника Ленину. Моими лучшими репортажами были истории работников Хориновского конезавода и диалог о сменяемости власти с нянечками и санитарками областной психбольницы. В 1999 году я перебралась в Москву и начала трудиться уличным репортером для Московского бюро Русской службы. Мне пригодилось умение располагать к себе первых встречных и подсчитывать народ на митингах и демонстрациях. Я присутствовала практически на всех протестных митингах Москвы от первомайских демонстраций левых в нулевые до последних митингов в поддержку Навального и выступлений против войны в Украине. Рядом работали люди в штатском агенты спецслужб. Различать их я научилась и в Воронеже и в Беслане куда ездила в командировку после захвата школы боевиками Басаевой. В начале нулевых в Московском бюро я работала корреспондентом для программы Ильи Юрьевича Дадашидзе «Человек имеет право». Илья – тонкий поэт и переводчик, редактор журнала «Литературная Грузия», тоже любил уличное репортерство и был адептом правозащитного движения. Он научил меня главным принципам редактуры. Несколько источников, несколько экспертных мнений, никакой непроверенной информации, защита интересов простых людей, их собственные голоса. Так мы работали в Беслане с коллегой Олегом Кусовым. В начале апреля 2014 года я поехала в командировку в Харьков, чтобы записать интервью и видеопрограмму с украинским поэтом Сергеем Жаданом. На следующий день после нашей мирной прогулки по Харькову разговора о расстрельных поэтах украинского возрождения начался пророссийский митинг так называемой «Русской весны» – захват Харьковской администрации и митинги в центре города. В эти трагические дни мне понадобилось умение подсчитывать толпу и видеть в ней провокаторов. Я бегала по площади во время столкновения под взрывы дымовых шашек. Меня прикрыл, прижав к стене старик, сторонник русского мира. В мае 2014 я поехала в Киев и записала 12 интервью под названием «Богема на баррикадах». Люди культуры рассказывали как, почему и зачем они выходили на Майдан. В феврале 2014 года младшие московские коллеги вернулись с Майдана. Тогда репортерам украинской службы разбили аппаратуру и ранили оператора. Наши поехали на 10 дней подменить товарищей. Когда в бюро вошел Никита Татарский и я обняла его, первое, что я почувствовала, был запах гари от его куртки. Он рассказал о старике, который прикрывал его на Майдане. Старик говорил по-украински, и это не помешало пониманию. В 2018 году я поехала в командировку в Мариуполь. Я хотела встретиться с Дианой Берг, основательницей арт-коммуны платформа «Тюм», беженкой из Донецка. Портрет Дианы, ее друзей и образ одного из самых прекрасных городов на Земле, который полностью разрушен русскими бомбардировками, описаны на сайте «Радио Свободы». Я горжусь тем, что работала в Киевском бюро «Радио Свободы» вместе с теми, кто сегодня под бомбежками делает военные репортажи. Никакие нынешние упреки, что вы делали 8 лет или хорошие ли вы русские, неприменимы к сотрудникам Русской службы «Радио Свободы». Наши профессиональные основания лежат в понимании нашей миссии. Это объективная информация и защита людей, противостояние тоталитаризму в любых его проявлениях. Это понимание, что Россия отвечает за вторжение в Украину и военные преступления. Эти принципы связаны с нашей общей историей, уходящей корнями во времена Холодной войны, с фигурами Второй эмиграции, политическими диссидентами бывшей Советской империи. Для русской службы это Гайта Газданов, Александр Галич, Виктор Некрасов, Анатолий Кузнецов и многие другие славные имена от Сергея Довлатова и Юрия Генлера до Петра Вайля, под началом и крылом которого мне с коллегами повезло работать. Я счастлива работать сейчас вместе с Игорем Померанцевым и Александром Генисом. Благодаря вам я поняла, что ничего никогда не надо бояться и была готова к тому, что мне однажды придется покинуть Россию. Главное в нашем деле хорошая редактура.